Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфиры канала РЕН продолжают новости Анапа-регион в студии Кристины Рабина. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Ожидание праздника и подготовка к нему. В Восточном округе обсудили актуальные вопросы на Совете общественности. Высокая степень искусства. В Анапе состоялась презентация седьмого номера альманаха «Парус». Анапчане продолжают победную эстафету. Золотые и бронзовые медали привезли спортивные гимнастки с краевых соревнований. Подведены итоги месячника оборона массовой военно-патриотической работы. Организаторы значимых мероприятий награждены почетными грамотами мэра Анапы Сергея Сергеева. Заместитель главы города-курорта Сергей Козлов поблагодарил всех за работу. Грамоты вручили тем, с кого можно брать пример и учиться, как воспитывать подрастающие поколения в духе патриотизма. Дому культуры молодежной, Дому культуры станицы Анапской, Молодежному центру РАДМИР, Общественной организации «Боевое братство», Совету ветеранов. Анатолий Максимович, хочу выразить особые слова благодарности. Дай Бог вам здоровья, низкий поклон вам лично и всей организации, которая помогает. Спасибо. Мы забыли докторину Талеса, который до окончания войны сказал, вот закончится война, и мы возьмемся за этот непоколенный народ. Мы найдем средних подонков, тех, кто нам не поверит, польем грязью, будем поднимать пашляков, прозрать, то есть о чем он сейчас сказал, это докторина Талеса до окончания войны. Мы что-то забыли. Спасибо. Спасибо, начальник. Заслуженную награду получил заместитель атамана Анапского районного казачьего общества Анатолий Кислицкий. По итогам месячника анапские казаки заняли первое место в крае среди всех районных казачьих обществ. Все активно участвовали, поэтому у нас есть сегодня результат. Результат мы, я говорю еще раз, мы не работаем на какой-то результат отличный, вот у нас такие-то, мы первое место заняли там-то, второе, третье, не имеет значения, в лидерах. Не место определяет, самое главное, понятно, а качество нашей работы. И вот мы все вот здесь сидящие, никто не был равнодушным в этой работе, совместно работали для укрепления, прежде всего, наших идеологий, наших. В душу несли, в нашу духовность, все, что хорошее, занесли до каждого нашего региона. Торжественная часть совещания по итогам месячника завершилась. А вот работа всех организаций, школ, вузов Анапы по патриотическому воспитанию молодежи будет продолжаться. Лариса Басова, Максим Логоша, Анапа-регион. К другим темам. Ожидание праздника – это подготовка к празднику. Готовиться к открытию сезона начали активисты территориального органа самоуправления Восточного округа. Актуальные вопросы обсудили на Совете общественности. Решение мэра Анапы Сергея Сергеева о благоустройстве города активисты приняли как первоочередное задание для выполнения. До конца квартала должны отчитаться о проведенной работе и составить новые планы. Квартарные отчеты и планы на второй квартал собирает Наталья Михайловна Крюшникова, координатор. По программе антитеррор, столько-то там машин, допустим, было передано, квартир там. Потом взаимодействие с УВД, каким образом у нас проходило течение этого квартала. Сколько было проверено, допустим, несовершеннолетних на дому, если таковые были. Сколько было выявлено наркоманов. Следующий квартал у нас начинается с большой работы по санитарной очистке всей территории муниципального образования гурт-курота Анапа. В апреле месяце у нас будет всекубанский месячник по санитарной очистке. Нужно проверить места, где нужно, допустим, плитку переложить, где, может быть, нужно что-то, какие-то деревья, какие-то цветы. Где у нас проблемные вопросы. Вы должны были все пройти и Наталье Михайловне Ключниковой дать список таких проблемных мест. В новые обязанности входит проверка договоров с мусороуборочными компаниями. Хозяева частных домов должны предоставить экземпляр по требованию проверяющих. Тосовцы будут работать вместе с участковыми. Одно из нарушений обсудили сразу на совете. Нет, у них же, по-моему, доза в откоме, да? Доза в откоме. Претензии к мусороуборочным компаниям убирают редко. Мусорных контейнеров не хватает. На момент обследования, это было где-то по четвертого, наверное, дня, мы начали выехать туда, значит, Сити Кристалл не вывезли мусор в 12 микродетский сад номер 12. Два контейнера стояли металлические, убогие, такие дырявые, ржавые. Единственное, что они были подписаны, что они как за 12 садик. После этого мы переехали, значит, к 10-му дому, 10-й дом, 12-й микрорайон, это где-то Сажирадость, Ореховский. Вот там все было, контейнеры были пустые коммунальщика, но было захлоплено, значит, крупногабаритное. На сегодня то же самое. Проинформировать, донести правила до каждого жителя микрорайона, а потом спрашивать. По такой схеме активисты продолжат работать и в следующем квартале. Работают без выходных, разбивают и ухаживают за клумбами, чистят улицы и дворы. Отремонтировали помещения для работы, результат их труда заметен. И каждый нарушитель общественного порядка, хотя таких стало меньше, на учете. Узнали ТОСовцы и проинформируют жителей. Депутат округа Игорь Филимонов начнет прием граждан на следующей неделе. Бесплатную юридическую помощь населению будет оказывать помощник адвоката в каждую среду с 15 до 18 часов. Главный специалист отдела по взаимодействию с органами территориального общественного самоуправления Елена Громовая будет вести прием с 15 до 18 часов по понедельникам. И еще одна новость. В микрорайоне создадут клуб здоровья. Заниматься спортом приглашает всех, кто стеснялся или не мог найти себе компанию. С началом курортного сезона ТОСовцы будут ходить на море по утрам. Наталья Пухальска, Александр Кореневский, Анапа. Прокурорская проверка прошла по заявлению о причинении телесных повреждений гражданину при помещении в изолятор временного содержания. Помощник анапского межрайонного прокурора Николай Стецюк провел проверку в отделе МВД. В рамках проведенной прокурорской проверки изолятора временного содержания отдела Министерства внутренних дел России по городу Анапа был опрошен гражданин Российской Федерации, который пояснил, что данные телесные повреждения он получил по собственной неосторожности в результате падения. Факт нанесения телесных повреждений сотрудниками правоохранительных органов, а также иными лицами не был установлен. Такие проверки проходят раз в сутки, в том числе в выходные и праздничные дни. С задержанными беседуют и принимают жалобы. Сотрудники прокуратуры выясняют обоснованность задержания и сроки. В Центре культуры Родина прошла презентация седьмого номера альманаха «Парус». Лариса Басова познакомилась с авторами. Седьмой номер альманаха вышел в канун празднования Дня поэзии. Его презентовала руководитель литературно-художественного объединения «Парус» Надежда Казанина. Она вручила благодарности за многолетнее плодотворное сотрудничество с анапскими литераторами членом редколлегии. Главный редактор Ольга Хомич отметила значимость альманаха для нашего города. Художники, розайки, спасибо огромное вам за то, что вы создали этот альманах уже в седьмой раз. Концепция альманаха в том, что печатаются здесь исключительно произведения авторов города Анапы и Анапского района. То есть есть для каждого желающего возможность напечататься, быть услышанным и впоследствии пойти по новым ступеням своего развития творчества. Ярким моментом презентации стало выступление вокального ансамбля «Радость» под руководством Людмилы Куликовой из Центра детского творчества. Дети исполнили песни, написанные анапскими авторами. ПЕСНЯ Надежда Казанина на этом вечере предоставила слово юным поэтам, победителям творческого конкурса «Вдохновение». Своей мечтой перенестись в древнюю горгипию поделился ученик второй школы Тимофей Пивоваров. Местница, будто я нашел старинный храм, там надписи, осколки, монеты тут и там. В горах нашел я место, где древний жил народ, нашел пещерный город, а там подземный ход. Бывает, помечтаю, как я в огромной льдине, нашел останки манта, отправился в пустыню. С удачным дебютом ребят поздравила специалист Центра детского творчества Лариса Стаценко. Юным поэтам вручили авторские экземпляры альманаха. Лариса Басова, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. С 18 по 23 марта анапские спортсменки участвовали в третьей летней спартакиаде молодежи Кубани по спортивной гимнастике. В общем командном зачете заняли третье место. И параллельно приняли участие в первенстве Краснодарского края по спортивной гимнастике. Результат анапской команды – золотые и бронзовые награды. Анапчанки давно не занимали призовые места по спортивной гимнастике в спартакиаде молодежи Кубани. Большой вклад в эту победу в этом году внесла воспитанница детско-юношеской спортивной школы Виктория Евгения Миновщикова. Стала лучше на снаряде разновысокие брусья, заняла третье место в многоборье, выиграла бронзу в упражнениях на бревне и опорном прыжке. Два раза выполнила нормативы мастера спорта, занимается гимнастикой с пяти лет. Хотя тренеры говорили, с ее природными данными добиться больших успехов не получится. Евгения не отступила, тренировалась и победила. Ну, выступала хорошо, собралась, выступила, показала, третье место заняла, в финал попала на всех видах. Мне помогает смелость, устойчивость и не бояться прыгать на снаряды. Я мечтаю получить заслуженного мастера спорта. Перед каждыми соревнованиями Евгений вместе с тренером Еленой Алоян выезжает на сборы в Ростов. Там оборудована тренировочная база, а в детско-юношеской спортивной школе такой нет. Если бы не эта база, я думаю, конечно, таких бы результатов не было. Здесь недостаточно. У нас нет ковра. Это, естественно, один из основных снарядов, которого, естественно, нет у нас. Ну, в дальнейшем, я так понимаю, не предвидится. И ковер для нас, это, конечно, сложный вид. Кристина Сапко на соревнованиях заняла первое место в вольных упражнениях. Золото в опорном прыжке завоевало бронзу в многоборье. Если бы не двухразовые тренировки, если бы не долгая работа над теми элементами, которые сидим долгое время, до вечера, иногда даже до 10 часов сидим, вот, конечно, может быть, бы тоже не было таких результатов. С каждым годом улучшает свои результаты Селла Сарксян. Пять лет покоряет спортивные снаряды. Сейчас главная цель спортсменки – выучить новый опорный прыжок и, конечно, равнений на выдающихся гимнасток. За последний год я стала лучше делать со скок на буси. Сейчас готовлюсь к Белгору, больше всего хочу. А дальше тоже с девочками хочу и в Пензу, и в Белгород, и везде ездить. Варианты. Каждая тренировка гимнасток – очередной шаг к победам и совершенству. Анастасия Никитина, Максим Лагоша, Анапа-регион. Телерадиокомпания «Анапа-регион» объявляет новый набор участников в детский проект «Стих на табуретке». Конкурс пройдет в двух номинациях стихотворения на тему «Моя мама» и «Мой папа». Разучите с ребенком стихотворение о маме или папе. Запишите выступление малыша и пришлите на почту «Анапа-регион» собака gmail.com. В письме необходимо указать фамилию, имя, отчество участника, возраст, данные одного из родителей, контактный телефон. В проекте участвуют дети до 10 лет. Прием заявок до 26 марта. Итоги конкурса будут размещены на нашем сайте «Анапа-регион.ру». Победители обеих номинаций «Моя мама» и «Мой папа» получат в подарок планшетные компьютеры. Папа главный, папа сильный, папа знает все на свете. Потому что папа может все, чего желают дети. Можут стать вашим мальчиком или ежиком из леса. Потому что папа любит все, что детям интересно. Участвуй в конкурсе «Стих на табуретке». Придумать стихотворение про папу пришли на почту «Анапа-регион.собака.gmail.com» и выиграя планшетный компьютер. Подробности на сайте «Анапа-регион.ру». Это все новости на сегодня и в завершении выпуска прогноз погоды. В среду 26 марта в Анапе малооблачно. Температура воздуха днем плюс 14-16, ночью до 9 градусов тепла. Ветер юго-восточный с переходом на южное направление. Скорость ветра 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 10 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ